Пресс-конференция, которая состоялась на днях в конференц-зале отеля Hempton by Hilton, стала поводом подвести итоги уходящего года. В 2019-й для самого известного и успешного спортсмена Бреста Виктор Обрачений выдался ярким и удачным. В копилке достижений появились новые награды и медали. Сегодня он остается единственным спортсменом за всю историю белорусского спорта, который продолжает выигрывать чемпионаты Европы и мира как среди параолимпийцев, так и среди здоровых людей. В этом году я выступал на чемпионате Европы, завоевал золотую и серебряную медали. На Кубке мира две золотые медали и Кубок абсолютного победителя. Во второй раз мне удалось выиграть абсолютную категорию. И чемпионат мира, который проходил в конце октября в Румынию, город Константа. Я завоевал две золотые медали, это 15-я и 16-я золотая медали чемпионата мира. Однако встреча с представителями средства массовой информации стала поводом не только подвести итоги уходящего года, но и определить планы на будущее. В перспективе у спортсмена работа с фирмой «Джома». В ходе конференции было подписано соглашение о техническом партнерстве обеих сторон, а также подписан контракт, у которого есть все шансы продлеваться ежегодно. В этом году мы приняли такое решение предложить сотрудничество в рамках, замечу, это корпоративной социальной ответственности, что предполагает поддержку, больше поддержку техническую именно экипировкой в тренировочном процессе, в соревновательном. Виктор Обраченя – 16-ти кратный чемпион мира и 14-ти кратный чемпион Европы по армрестлингу. На счету спортсмена 62 медали, в том числе 37 золотых. Сегодня он продолжает активно тренироваться, а также готовить к соревнованиям спортсменов, которые занимаются армрестлингом. О планах говорит уверенно и лаконично – стать 20-ти кратным чемпионом мира. У меня есть такой девиз по жизни, что неверие в собственные силы – это причина наших слабостей. То есть, если ты веришь в себя, ты можешь добиваться любых высот. То есть, как я говорю, я тому живое подтверждение. Не всем, к сожалению, дано быть чемпионами, даже, может, призерами, но быть достойным примером для себя, для своей семьи, для своих детей, для окружающих – это, наверное, даже обязан каждый. Безусловно, на таких, как Виктор Обраченя, нужно равняться здоровым и имеющим проблемы со здоровьем людям. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.